Я хочу успокоить, никто министерство здравоохранения не отменял, не распускал, оно остается, просто придется... А почему вакантно сейчас? Нет, а потому что не смогли найти кандидата, который бы захотел идти на этот электрический стул. А причина не в том, что возможно там 5 кандидатов и не могут выбрать? Нет, я думаю, что там как раз нет даже одного, который бы решился сейчас взять на себя ответственность. Значит, Квиташвили был нулем в суд последний год. Это тоже, мы сейчас не будем обсуждать Квиташвили, да, тут нет проблем. Теперь, что касается перевыборов, да, в чем проблема? Когда-то перевыборы будут, несомненно, да. Но давайте исходить из формальных правил. Перевыборы могут быть тогда, когда появится конституционный повод для перевыборов. На сегодня это либо увольнение правительства, год нельзя уволить, как уже сказали, либо отставка добровольная, премьер-министр, все можно, конечно, да. Но я как-то мало верю, что... Можно расшатать ситуацию внутри коалиции, которая и так крепостью не отличается. Это фактор улицы, это непредсказуемо. Нет, расшатать ситуацию внутри коалиции, которая не производит и так впечатление, что... Второй, да, второй фактор, да, это коалиция, да. Если коалиция, скажем так, распадется, то тогда, или из нее выйдут депутаты, тогда действительно возникнет повод для выборов. Но в чем секрет этой коалиции? Как ни парадоксально, две фракции, коалиции из двух фракций, более стабильны, чем из четырех. У них есть два... А я поясню, да, почему? Потому что нет внутренней оппозиции, кроме БПП. Вы вчера эту стабильность увидели не в тот момент, когда программу правительства не могли проголосовать. Подождите, это гарантия, да, там нет доверия. Это брак по расчету. Но что их сдерживает? Какие две скрепы сдерживают вот эти две фракции в одной коалиции? Ну, про деньги помолчим. Да, так вот, это нежелание идти на досрочные выборы. И тут есть дополнительный резерв в самом парламенте. Большая часть депутатов парламента, значительная часть мажоритарщиков, плюс вот эти две фракции, не хотят идти на перевыборы. Именно поэтому... Так у них в конецовом соглашении открытые списки, они же записаны. Вы же там говорили, что нельзя перебивать, кажется. Вас можно. А, ну конечно, ну конечно, да. Вы весь вечер всех перебивали. Так вот, поэтому борьба за перевыборы будет осенью. Но на что обращаю внимание? Если осенью возникнет политический кризис, или в коалиции, или улица, выборы состоятся уже не в этом году, а в будущем году. Процедурно. Да. Месяц или два на создание нового правительства или новой коалиции, плюс два месяца выбора. Месяц или два на создание нового правительства или 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 нового прав